МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире. В преддверии Дня независимости. Вышел свет 11-й номер журнала Вестерн Армения. Мобилизация Франции для арцахских беженцев не ослабевает посол Франции. В конце января предстоит еще одна встреча комиссии Ирвана и Баку по делимитации. Турецкие вооруженные силы нанесли удары по сирийской армии в Камышлы. Учтены данные 115 тысяч насильствопремешенных из Арцаха граждан армян Казарян. Трилог Эльмира Карапетян завоевала серебряную медаль на международном турнире в Словении. 19 января 2024 года исполняется 104 года со дня фактического признания государства Армении на территории Западной Армении. Телеканал Вестерн Армении 2 в преддверии Дня Независимости ознакомит вас с Западной Арменией и ее символами. Рассмотрим краткий список прав, предоставленных армянскому народу, обладание которыми является важным условием для каждого армянина. 11 января 1918 года был принят декрет о турецкой Армении, в котором Россия провозглашает автономию Армении. Совет народных комиссаров сообщает армянскому народу, что российское рабочее крестьянское правительство защищает право армян, оккупированной турецкой Арменией, на свободное самоопределение, включая право на независимость. Позже это положение было введено в действие в 1918 году. Статья 6 Конституции России от 10 июля 1918 года. Первая Конституция РСФСР от 10 июля 1918 года. Третий съезд Всероссийских Советов приветствует политику народных комиссаров, провозгласивших полную независимость Финляндии, начавших эвакуацию войск из Персии, провозгласив право Армении на свободное самоопределение. 19 января 1920 года во время Парижской мирной ассамблеи Верховный Совет Союзных Держав де-факто признал независимость государства Армении. Сопредседатели Объединенной Армянской делегации Погос Нубар и Аветис Агрунян были приглашены на Парижскую мирную ассамблею и официально проинформированы о признании армянского государства. В ответ на требования, представленные Объединенной Армянской делегацией, Верховный Совет Союзников принял следующее решение. Правительство армянского государства признается как правительство. Это решение не затрагивает вопрос об армянских границах государства. 11 мая 1920 года во время Парижской мирной ассамблеи Верховный Совет Союз Держав де-юре признал независимость государства Армении. Подписанию Северского мирного договора предшествовали следующие действия. 11 мая 1920 года турецкая делегация была приглашена на Парижскую мирную ассамблею, где ей были представлены условия мира. Среди союзных сил была и делегация армянского государства. Преамбули к условиям мира, которая позже стала преамбулой к Северскому мирному договору, Армения указана в числе государств-союзников. Таким образом, де-юре была признана независимость Армении. 24 февраля 1920 года специальная комиссия Парижской мирной ассамблеи по определению границ Армении представила доклад и предложение комиссии по определению границ Армении. По сути, это единственное законное решение о проведении демаркации границы между государствами Армении и Азербайджанской республики. Статья 92 Северского договора касается границ Армении с соседями. Границы Армении с Азербайджаном и Грузией будут определены путем прямого согласия заинтересованных стран. В случае, если заинтересованные страны не смогут определить границы по соглашению в дате принятия решения, упомянутой в статье 89, рассматриваемая граница будет определена главными союзниками державы, которые также проведут делимитацию на месте. 29 мая по 1 июля 1920 года в Сенате США обсуждался вопрос о принятии мандата Армении, что означало де-факто признание Соединенными Штатами права собственности Армении, государства Армении на армянские территории. Юридический и политический смысл и значение обсуждения мандата Армении не следует путать со значением орбитажного решения. Это разные решения по правовой и политической точке зрения. 10 августа 1920 года был подписан Северский мирный договор между государственными победителями, включая Армению с одной стороны и побежденной Османской империей с другой. Северский мирный договор – это один из договоров Версальско-Вашинстовской системы, заключенных между государственными победителями. С одной стороны, Германия – Версаль 1919 год, Австрия – Сен-Жермен 1919 год, Болгария – Неи 1919 год, Венгрия – Трианон 1920 год и Османской империи – Север 1920 год с другой. 22 ноября 1920 года 28-й президент США Вудро Вильсон вынес орбитажное решение, полное название которого – решение президента Соединенных Штатов Америки относительно границы между Турцией и Арменией, выхода Армении к морю и темилитаризации турецкой территории, прилегающей к армянской границе. Орбитажное решение является неоспоримым, не имеет срока давности и обязательное для всех сторон, включая Армению, Турцию, в том числе Соединенные Штаты Америки. Вышел в свет 11 номер журнала «Вестерн Армения» в новом выпуске. Отчет о проделанной работе за 2023 год президента Западной Армении Арменака Абрамяна. В новом выпуске журнала «Вестерн Армения» отмечается. Историческая армянская церковь Суб Аст-Аццин-Села Гермуш-Эдесси находится под угрозой полного исчезновения. Армянская, английская и французская версии журнала доступны на нашем сайте westernarmenia.tv.com. Посол Франции Оливье Декунтини присутствовал на благотворительном концерте французско-армянского «Голубого креста» в концертном зале Гаво Парижа. Об этом сообщает посольство Восточной Армении во Франции. Мобилизация Франции в поддержку беженцев Арцаха не ослабевает. Это путешествие по тысячелетней армянской музыке доказывает, что невозможно уничтожить народ и зереть его культуру, написал Декунтини. Следующая встреча комиссии по делимитации состоится в конце января. Об этом сообщил вице-премьер Восточной Армении Багарь Григориан, отметив, что конкретный день, время и место должны быть дополнительно согласованы. Григориан сообщил, что согласно предварительным договоренностям на встрече сначала будет обсужден проект положения о совместной деятельности комиссии, где должны быть четко определены виды и типы документов и правовых актов, имеющие правовое значение, которые будут использоваться в совместной работе. Определены последние топографические карты периода СССР, которые были составлены и опубликованы компетентными органами на надлежащей правовой основе и другие подобные вопросы. Беспилотники вооруженных сил Турции предположительно нацелились на сирийскую армию в сельских районах Камышлы, северо-востока Сирии, в результате чего погибли по меньшей мере два солдата. После нападения РПК на Северный Ирак, в результате чего погибли 9 солдат, авиаудары, инициированные турецкими вооруженными силами по региональному правительству Курдистана в Ираке и Рожаве продолжаются. 14 января на протяжении всего дня воздушные бомбардировки территории контролируемой автономной администрации Северной и Восточной Сирии продолжались. Утверждается, что беспилотники вооруженных сил Турции также нацелились на позиции принадлежащих сирийской армии. По сообщению Сирийского независимого информационного агентства, беспилотник вооруженных сил Турции нацелился на позиции сирийской армии деревни Дебан, расположенной в 4 км к югу-востоку от Камышлы. Учтены данные 115 тысяч насильства перемещенных из Арцаха граждан. Об этом сообщил глава службы миграции гражданства МВД Восточной Армении Армен Казарян. По его словам, помощь оказана 112 тысячам граждан. В несоответствии цифр чиновник объяснил тем, что с 5 октября учет насильственно перемещенных лиц велся только на границе, что дало возможность некоторым непорядочным лицам зарегистрироваться, не будучи насильственно перемещенным. В последствии при помощи фильтрации данные были уточнены. Процесс продолжается. Члены сборной Восточной Армении по стрельбе продолжают успешные выступления на международном турнире в Словении. В соревнованиях по стрельбе из пневмонического пистолета среди женщин Эльмира Карапетян с результатом 579 очков на втором месте вышла в финал. В финале, сохранив свою позицию, она стала серебряным призером чемпионата с результатом 239,6 балла. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Себака Ханадзяна «Родина». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok